Медиация Детей на защиту семьи Современная жизнь стремительна И иногда не позволяет нам исправить свои ошибки Ошибки, которые влекут неизгладимые последствия Не только для нас самих Тех, кто их совершает Но и для тех, за кого мы в ответе Тех, кто не может защитить себя сам И кто полностью зависит от совершаемых нами поступков И их последствий Тех, кто считает нас главным авторитетом Учится у нас Кто считает, что жить надо так, как мы живем Да, это те, кого мы, казалось бы, любим больше всего О ком мы, как будто бы постоянно заботимся Да, это они Те, кого мы хотим видеть счастливыми и более успешными Чем мы Однако порой мы забываем о них Как будто бы их не существует И не замечаем, что им причиняется боль и страдания Да, это наши дети Даже сам факт расставания родителей Приносит ребенку большое горе И они с ужасом наблюдают за тем, как рушится их счастливый детский мир И абсолютно точно это несет свой след в течение всей жизни ребенка Споры о детях, они всегда носят очень затяжной характер Почему? Потому что родители не могут договориться между собой Каждый из сторон прежде всего преследуют свои какие-то личностные интересы При этом, конечно же, страдают наши дети Многие семейные споры длятся годами Стороны прошли все инстанции, имеют на руках судебные решения А вот исполнить которые бывает порой очень непросто Исполнительные производства, связанные с передачей несовершеннолетних детей Являются эмоционально сложными в исполнении Так как ребенок находится в ситуации между двумя родителями И любое действие может повлечь причинение морального вреда психике ребенка Возникает вопрос Как защитить наших детей от негативных последствий семейных конфликтов? Когда супруги делят имущество, решают вопрос об определении места жительства ребенка Право на общение и содержание детей Права ребенка становятся инструментом манипуляций между родителями Родители не стесняются в средствах противодействия друг другу Не хотят и не могут слышать друг друга Еще больше в таких ситуациях в помощи нуждаются дети Не секрет, что кризис семьи напрямую связан с ростом детских депрессий Неврозов, проявлений деструктивного поведения И негативных поступков подростков При этом в конфликт вовлекаются представители старшего поколения Дедушки и бабушки Которые, пытаясь помочь, иногда только усугубляют ситуацию Именно в этих случаях помощь медиатора Если и не спасает семью от развода То хотя бы позволяет снизить уровень напряженности Устранить эмоциональную составляющую конфликта И выйти на конструктивный диалог Судебная практика подтверждает Что семейные споры несут за собой не только повышенную Морально-психологическую нагрузку на их участников и судей Но и сопровождаются дополнительными взаимными исками Значительными временными и материальными затратами Как для сторон, так и для государства Подключая механизм медиации Через комнаты, так называемые комнаты примирения Которые сейчас у нас работают в Ленинском и в Калининском районных судах Расширяя эту деятельность как медиатора До судебного разрешения проблемы через эти комнаты примирения Мы убираем большую нагрузку от судебных органов Граждане не обращаются к медиатору И обращаются редко по причине непонимания самой процедуры медиации Пока люди еще не знают, что такое медиация и кто такой медиатор И, конечно, это их настораживает На самом деле медиатор – это профессиональный посредник Имеющий специальную подготовку и навыки Человек, который организует взаимодействие сторон А проще – организует переговоры между ними таким образом Чтобы стороны конфликта через него, медиатора Смогли согласовать имеющиеся между ними противоречия И выработать устраивающие обе стороны условия То есть договориться Медиация – это удобно, это комфортно, конфиденциально и выгодно Так вот, понимание того, что это все-таки альтернатива судебному разбирательству Понимание того, что это осуществляется посредником Который не связан ни с судом, ни с участниками процесса Не с их представителями, а занимает среднее положение Именно для того, чтобы найти точки соприкосновения Участников процесса и найти возможность урегулирования этого спора Я очень благодарен коллегам, тем, которые развивают в нашем регионе Систему семейной медиации Полагаю, что это очень эффективный способ профилактики Семейного неблагополучия и защиты прав ребенка Я считаю, что медиация для этого, наверное, и нужна Чтобы примирить родителей И как можно меньше принести вреда ребенку Медиация по семейным спорам На сегодняшний день наиболее эффективный способ их урегулирования Он позволяет сторонам договориться с самим между собой И учесть при этом интересы ребенка Обеспечить его защиту от негативных последствий конфликта Соглашение, достигнутое сторонами в процедуре медиации Как правило, всегда исполняется Потому что стороны эти договоренности устраивают Сегодня законом установлена возможность По спорам различных категорий В том числе вытекающим из семейных правоотношений Не обращаться в суд А решить спорные вопросы у медиатора Такое медиативное соглашение После его утверждения в нотариальном порядке Приобретают силу исполнительного документа Силу закона Продолжение следует... 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 Продолжение следует...